Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Татьяна Бышакова, я являюсь куратором лингвистических и литературных проектов Культурного центра Фринкотека. Я вас очень рада приветствовать на традиционном фестивале Фринкофонии Библиотеки иностранной литературы на нашей виртуальной переводческой мастерской. Для тех, кто пропустил великолепную предыдущую лекцию, я вас призываю перейти на канал Культуры РФ, на государственный портал, и посмотреть запись лекции Михаила Хачатурова о переводах французских комиксов. А сейчас мы переходим к следующей нашей лекции. В этом году наш фестиваль проходит под девизом «Французский ключ к миру». И, конечно же, одним из главных хранителей ключей к этому прекрасному миру являются переводчики, которые доносят через французский язык важные смыслы, важные слова для тех людей, которые, к сожалению, пока еще французским по тем или иным причинам не владеют. И особенно важно то, что зачастую французский язык становится ключом не только к миру, к какой-то цивилизации, к миру другой культуры, но еще и к миру на Земле. И с этим работают переводчики, которые работают в гуманитарной сфере, которые переводят для международных гуманитарных организаций, как медики без границ, как Международный комитет Красного Креста. И сегодня мы будем говорить о таком виде перевода, о переводе для гуманитарных организаций, про этику перевода современного и про те вызовы, с которыми сталкивается сегодняшний перевод, с нашим большим другом, преподавателем школы французского языка, преподавателем МПГУ, с переводчиком, со специалистом по устному переводу Натальей Ливандовской. Я с удовольствием передаю ей слово. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Во-первых, я очень рада вас, некоторых видеть, некоторых, кого я увидела, успела увидеть, очень рада, что вы пришли. И благодарю вас за то, что эта тема, несмотря на то, что она такая специфическая, она все равно привлекает людей. Ну, я хочу поблагодарить за добрые слова наших друзей из франкотеки, потому что это наши большие партнеры, наши замечательные друзья, вот те люди, с которыми всегда приятно работать. Спасибо за то, что вы эту тему поднимаете в очередной раз. Это очень здорово. Спасибо вам большое, что вы нас приглашаете на такие темы. Спасибо большое за поздравление с Днем Франкофонии и спасибо вам вообще за присутствие. Пусть виртуальное, это не важно. Мы сегодня будем говорить о разных видах перевода, в том числе о виртуальном виде перевода. Ну, я прежде всего расскажу о себе несколько слов. Мы с франкотекой дружим давно и очень часто почему-то вот меня просят рассказать о густном переводе. Мы уже несколько раз делали встречи большие, еще это было до пандемии, когда можно было видеться вживую. Я уже думала, что эта тема исчерпана и что уже все рассказано, уже все все знают, уже это неинтересно. Но все равно тема, к счастью, это продолжается. Вот новые сегодня, новые лекции, которые я сделала совершенно новой и назвала ее «Новые ключи к профессии». У нас сейчас все вращается вокруг темы ключ, потому что мы сейчас стоим в преддверии какого-то нового времени, будущего и так далее. Я хотела вам рассказать о тех новых штучках, с которыми я сейчас встречаюсь в своей профессии, о тех новых задачах, которые нас ждут и, я думаю, которые нас будут ожидать в мире после пандемии. Во французском языке есть такой термин «le mode de l'après», то есть там даже слово «пандемия» не употребляется. Мир после, что будет после. Я 25 лет в профессии, даже больше. Огромную часть моей профессиональной жизни я проработала в гуманитарных организациях, поэтому я сегодня расскажу о живом опыте этой работы. Я хочу раз прежде всего вам сказать, что все, что я буду говорить, это мое личное мнение и мой личный опыт живой. Я не отвечаю за всех переводчиков, у каждого есть какое-то свое мнение, но поскольку мы очень хорошо сотрудничаем с нашими коллегами, то, может быть, какое-то общее представление об этой профессии вы получите. Или, если вы сами работаете переводчиком, то, коллеги, будем держаться вместе. Я работала с разными совершенно темами. Я имела счастье работать и в бизнесе, и в социальных, педагогических, медицинских науках, в различных видах перевода, в том числе, мы поговорим немножко об этом, в том числе и в синхронных каких-то опытах, которые прошли, слава тебе, Господи, хорошо. Это один из самых сложных видов перевода. Ну, занимаюсь чуть-чуть еще письменным переводом, но все-таки моя любимая профессия – это устный перевод. Значит, можно, пожалуйста, следующий слайд. Итак, мы сегодняшнюю лекцию организуем в сотрудничестве с совершенно замечательной школой французского языка. Эти ребята являются моими единомышленниками, мы делали переводческие проекты вместе с ними. Замечательная школа находится в центре Москвы. На сегодняшний день школа предлагает обучение французскому языку на разных уровнях. Значит, у нас есть и онлайн, и оффлайн различные форматы, также онлайн-платформа, то есть можно заниматься по подписке. Особое значение сегодняшнему времени новому я бы хотела уделить изучению иностранных языков. Вообще, вот этой лекции я хотела бы вам сказать, как здорово знать иностранные языки. Я думаю, что это вы и без меня знаете, но если вы уйдете с желанием еще что-нибудь такого нового, интересного узнать, то задача будет выполнена на нашей сегодняшней. И в связи с этим, вот я бы хотела вас пригласить, завтра будет очный день франкофонии в библиотеке иностранных языков, в франкотеке. И организует директор нашей школы, организует лекцию под названием «Почему так сложно изучать иностранные языки, изучать французский язык». Лекция интересная, в общем-то, отчасти касается нашей сегодняшней темы, то есть насколько это здорово и насколько это сложно и насколько это полезно. Выступающий зовут Юлия Ли, наш замечательный друг. В 15.30, пожалуйста, приходите в большой зал библиотеки иностранных языков, записывайтесь. Ну вот это моя замечательная коллега, вот хотел вас пригласить. Следующий слайд, пожалуйста, и мы переходим к теме. Меня попросили рассказать о видах переводов. Ну, тема такая теоретическая и тема очень скучная, но все же вот на картинках вы видите, что вы можете мне сразу сказать, что существует устный перевод и письменный перевод. Но на следующем слайде мы посмотрим некоторые тонкости, с которыми вот в частности я сталкиваюсь сегодня. Что сегодня предлагается на рынке труда? Пожалуйста, следующий слайд. Просто перечислю вам, какие сегодня поступают предложения. Ну, письменный перевод. Есть технический перевод, художественный перевод, проза и поэзия. Перевод поэзии не совсем перевод, все-таки это отдельное литературное произведение, поэтому так сложно переводить поэзию и поэтому так сложно быть переводчиком поэтическим. Для того, чтобы переводить поэзию, нужно быть поэтом. И вы знаете, что есть просто новое литературное произведение по мотивам написанного. Ну, сегодня очень востребована журналистика, нон-фикшн, огромный пласт культуры. Переводить надо хорошо. Есть изумительные переводчики вот таких текстов. Перевод с листа. Перевод с листа это нечто среднее между устным и письменным переводом, когда вам дают распечатанный текст, который вы переводите с подготовкой или без подготовки. Часто такое требуется, когда требуется нотариальное заверение перевода, вы перед нотариусом читаете, насколько возможно красиво перевод текста. Если у вас есть время на подготовку хорошо, если нет времени на подготовку, то вы делаете все, что от вас зависит. Естественно, лучше предварять, мы сегодня об этом еще раз поговорим несколько раз, лучше предварительно иметь возможность подготовиться. Ну, двусторонний перевод, когда в одном тексте есть и французский, и русский, довольно редкий вид перевода. Свободный вид перевода. Вот сегодня это требуется чаще и чаще, все чаще и чаще. Мне звонит клиент и говорит, мы сейчас делаем контент для нашего сайта, вот мы вам хотим отправить французскую статью, и пожалуйста, переведите, ну как-то свободно. Что значит свободно? Я или перевожу, или не перевожу. На основе текста вы выбираете какие-то интересные детали, и вы переводите их и облекаете это в какую-то интересную форму. Текст, предложенный может быть большой, вы делаете из этого маленькую вышинку, или наоборот, из маленькой французской информации вы должны получить большой русский цветастый, красивый, вкусный текст. Для сайтов это очень актуально, потому что просто используется информация на другом языке, французский, английский, немецкий, неважно. И включается эта информация, переведенная в текст вашего сочинения. Это очень весело, потому что свободно. На сегодняшний день требуется письменный перевод интернет-контентов. Это всевозможные статьи, новости, новостные порталы и так далее, и так далее. Сегодня это наиболее востребованная вещь вот в рамках того опыта, который мы переживаем вот уже год, больше года. Кино, видео, подкасты, переводим сценарии, скрипты, субтитры и прочее, прочее. Существует сегодня возможность перевода технического субтитры, включается машинным переводом. Ну, посмотрите, это часто оставляет желать лучшего. И, к сожалению, очень плохо слышно, звук постоянно прерывается, говорит Вера. Пожалуйста, вот этот вопрос попрошу у наших друзей из франкотеки наладить. Устный перевод. Переходим к устному переводу. Первый перевод – это перевод синхронный, одновременный. Часто со всякими техническими примочками видели на предыдущей фотографии. Это наушники, микрофоны и множество горящих лампочек, которые вам нужно контролировать одновременно с одновременным переводом. Второй вид перевода – шушутаж. Очень смешное слово. Взяли французское слово «щу-шутэ», что означает «шептать» или «нашептывать». Ну, существует даже такой термин – техника «нашептывания». Шушутаж почему-то превратили в слово не «щу-шутаж», а «шушутаж». От французского слова «шушу-любимчик». Ну, как услышали, так и услышали, так и сказали. Это техника, которую любят переводчики, потому что вот тех технических примочек у нас нет. Мы с человеком переводим ему на ушко то, что слышим. Здесь мы имеем право на большую свободу, имеем право на потерю некоторой информации. И очень часто клиент быстро устает и говорит, ну, вот резюме, общее резюме, пожалуйста, переведите мне, да, не надо все. Или мы останавливаемся, или просто какие-то общие идеи из того, что говорится, я доношу до своего коллеги или до своего клиента. Переводческое сопровождение. Ну, это вообще легкотня, когда вы ходите по магазинам, когда вы сопровождаете человека в свободном таком режиме и переводите то, что, ну, как какие-то бытовые слова, какие-то по необходимости, переводите то, что нужно. Например, разговор с продавцом. Гид-переводчик отдельная профессия, то есть это экскурсии на иностранном языке, для этого нужна специальная лицензия, тоже целая большая профессия. Ну, и плюс необходимость перевода. Если лекции или экскурсии читаются на русском языке специалистом какого-то музея, музейным сотрудником, то гид-переводчик должен уметь перевести эту экскурсию, да, или лекцию на эту тему. И также сопровождение группы туристической, отдельный вид профессии. Ну, сегодня вот я столкнулась с таким предложением устного онлайн-перевода. Ну, это, в принципе, то же самое, что мы сейчас с вами, только с переводом. Когда вы имеете дело не с оффлайн-ситуацией, да, а когда вы переводите, ну, через Zoom или через Skype. Вот был у меня такой опыт, вот совершенно недавно этот опыт будет повторяться все чаще и чаще, потому что вот сейчас многие страны закрыты для путешественников, а перевод все-таки требуется. У перевода этого есть небольшая сложность, потому что надо быть втройне внимательным, внимательнее, чем обычно. Проблемы со звуком, вот как у нас сейчас у некоторых, иногда звук западает, иногда человек тихо говорит, не все слышно. Иногда звук очень разный, то громкий, то тихий, да, нужно адаптироваться. Ко всему человек привыкает, да, но после такого перевода довольно быстро устаешь. К этому надо привыкнуть, это определенный навык, дополнительная сложность работы. Ну, и снова кино, видео, подкасты, это устный перевод, дублирование фильмов и так далее. Ну, если у вас фильм заранее вам дается, у вас есть время для того, чтобы посмотреть, переслушать сложные моменты, которые вы не расслышали, и перевести. Но бывают ситуации, которые случались со мной, когда мы работали в Афгике, я переводила для группы французских актеров, операторов, режиссеров. Был такой большой курс обучения их в Афгике, то мы были приглашены вместе с группой на фестиваль студенческих работ. Это были короткометражные фильмы, и, ну, собственно, я как переводчик была поставлена перед фактом. Я заранее не просматривала эти фильмы. Ну, к счастью, тот фильм, который мне попался переводить, там много слов не было. И он был очень эмоционально снят, то есть по эмоциям можно было догадаться о каких-то вещах. Я справилась с задачей, но я вам скажу, что это довольно такой интересный и сложный опыт, такое приключение переводческое. Сегодня, я думаю, что это тоже будет требоваться все больше и больше, потому что подкастов много, видео много, машинный перевод не все выдерживает, и, честно говоря, выдерживает очень мало что. И поэтому, естественно, нужны профессиональные, хорошие, интересующиеся этим переводчики. Перейдем к следующему. Я прошу прощения за такое теоретическое начало. Может быть, вам скучновато, потому что вы в курсе этого. Но вот мы сейчас перейдем к более веселым темам. Когда я готовилась к лекции, я открыла несколько дней назад Яндекс. И увидела, что существует абсолютно огромное количество страничек, страничек или статей, которые ставят под сомнение профессию переводчика. Сейчас очень модно говорить о профессиях будущего или об устаревших профессиях. Вот та профессия, о которой я вам сегодня рассказываю, оказывается в списке устаревших. Вот я вам прочитаю, здесь приведены просто заглавия, которые я подряд копировала. Профессия переводчика может остаться в прошлом. Переводчик вымирающей профессии, в знак вопроса. Что делать? Умирает ли профессия переводчика? Есть ли будущее у профессии переводчика? Стоит ли становиться устным переводчиком? Большой вопрос, который, скорее всего, в статье подразумевает ответа нет. Вот вы мне скажете, вот вы так красиво рассказываете, вот я сейчас расскажу о плюсах, о минусах, о гуманитарной работе. Я обожаю свою профессию. Но вы скажете, а зачем мне это все, если профессия вымрет? Если вы спросите у профессиональных переводчиков, а переводчик вымирающая профессия, то, скорее всего, вам любой переводчик скажет, что, конечно, нет. Наоборот, мы будем очень востребованы. Мы уже сейчас востребованы. И несмотря на все машинные примочки, несмотря на возможности, все более и более серьезные возможности машинных переводов и устных, и письменных, все равно переводчик будет востребован. Понимаете, в письменном переводе. Ну, во-первых, письменный машинный перевод иногда смешно читать. Вы наверняка знакомы со всякими сложными случаями. И сами иногда, когда переводите небольшие какие-то письма, то, что вам нужно перевести с языка и то, что не совсем понятно, нажимаете на Google Translate и читаете. Ну, в принципе, мысль понятна, но довольно смешные формулировки. Часто он путает какие-то слова, часто он путает разные значения слов и получается очень смешно. Ну, с машинным переводом ясно. Сегодня, что касается письменного перевода, заказов стало меньше, потому что если раньше для любого такого письма, для деловой переписки приглашался переводчик, то сейчас это можно сделать с Google Translate. Мне не нужен супер качественный перевод, потому что я этот документ нигде потом никому не покажу. Мне нужно просто понять мысль. Деловая переписка, все соцсети, они переводятся замечательно. Мысль ясна, ну, не все понятно, иногда смешно, но это совершенно неважно. Поэтому письменные переводчики сейчас востребованы очень хорошие, то есть для очень хорошего уровня, специализирующиеся в определенной области для технических переводов или других профессиональных переводов. А вот что касается устного перевода. Сейчас есть такие примочки в наших гаджетах, которые позволяют нам переводить с любого языка мира на любой язык мира устно. Ну, это тоже применимо, применимо, когда вы в поездке, в какой-то, вот вам надо сориентироваться, какой-то конкретный вопрос у вас и так далее. Долго этого не выдержишь. Вот переводчики профессиональные, с которыми мы беседовали на эту тему, они говорят, понимаешь, важна ведь интонация, важен человеческий голос. От машинного устного перевода люди очень быстро устают и говорят, ну его нафиг, давай переводи нормально, да, по-человечески. Ну, то же самое, если вы делали эксперименты, если вы слушали надиктованный какой-то текст вот этим электронной, там, замечательной Алисой, да, которая с вами разговаривает монотонным, очень милым, но монотонным голосом, вы быстро устаете, да, через 10-15 минут уже больше сложно вам воспринимать текст. Хотя она читает все правильно и замечательно. Вот точно так же и машинный перевод устный. Это супер здорово в бытовых ситуациях, кратковременных, но это не очень хорошо при долговременном каком-то сотрудничестве, при серьезных встречах, да, это, ну, довольно неудобно. Это может быть хорошим выходом, если когда-нибудь роботы между собой будут разговаривать, да, если они станут когда-нибудь самостоятельными, понадобятся переводчики, то они смогут с помощью машинного переводчика быстро и хорошо и комфортно общаться. Но все-таки человек есть человек, вот в человеке есть много чего и в человеческой речке есть много каких нюансов, о которых мы поговорим позже. Пожалуйста, следующий слайд. Ну, новое время, да, профессия переводчика, профессия такая историческая, но каждое время диктует свои правила. Что, на мой взгляд, вот из моего самого-самого последнего горячего опыта, что, какие выводы я для себя делаю в профессии, что новенького? Ну, первыми новенькими вещами я вам назову традиционные вещи, которые мне всегда были дорогие, и я считаю, что они стоят на первом месте, тем более сегодня. Этический кодекс, этика переводчика, честность и личное качество. Почему я об этом говорю? Потому что мы сегодня живем в мире огромного количества информации. Просто мир стал маленьким, и вот вся информация о мире, мы ее получаем, да, мы должны уметь фильтровать. Когда меня приглашают на перевод, на какой-то проект, я, особенно сейчас, всегда задаюсь вопросом, чему я служу? Каким силам я служу? Что будет через меня транслироваться? Мы переводчики, поэтому мы должны просто отражать действительность. Мы не имеем права редактировать тот текст, который говорится. Если сказали дурак, мы должны это перевести адекватно. Если сказали матерно, мы должны подобрать адекватное слово, которое этому соответствует. Ну, и речь идет не только о кино, который, в общем, требует точного эмоционального перевода. Речь идет о различных встречах, которые тоже, реальность бывает очень разной, эмоции бывают очень разными, слова бывают очень разными. Я думаю, что сейчас возникнут вопросы, да, и по поводу мата тоже, потому что их часто задают. Ну, подумайте, если у вас они есть. Дело в том, что сегодня переводчик, это профессия проектная, переводчик свободен в Лютбори. Есть некоторые темы, за которые я не берусь, вот именно по этическим причинам. Однажды мне предложили, я предложила на телекомпании переводить Марин Лютен. Ну, такая скандальная женщина-политик во Франции. И я отказалась от этого проекта, потому что я подумала, что транслировать вот эти идеи, не дай бог там, что-то недопоймешь, ошибешься, и вообще транслировать эти идеи, ну, через меня это не произойдет. Поэтому мы, слава богу, имеем право выбора, да, и об этом нужно задумываться. Этическая сторона дела. Ну, честность, это значит верный перевод, верное отражение действительности. Человеческая сторона профессии. Часто переводчика воспринимают как психолога. Конечно, ни в коем случае не нужно путать две профессии, но если вы, приезжает человек, да, который не знает там российской культуры, который в первый раз встречается с людьми, и то же самое наоборот, да, когда мы едем там с группой российских каких-то представителей, вообще наших российских друзей, коллег, то, ну, не все знакомы, кто-то волнуется, не все знакомы с культурой, с психологией, с менталитетом и так далее, и так далее. К переводчику обращаются за такими вопросами, слушай, ну, вот как, вот, а как, а как вот лучше разговаривать, а можно ли это, можно ли то, какие-то культурологические вещи. И вообще просто вы становитесь очень быстро, ну, вот таким психологом. Конечно, это, ну, не нужно путать два этих дела, вы все-таки переводчик прежде всего, но человеческая сторона, тепло, доброжелательность, открытость, это вообще ключ к этой профессии, это всегда было. На сегодняшний день, почему я написала, что это требование нового времени, на мой взгляд, это очень актуально, и это будет очень актуально, потому что время меняется стремительно, да, и мы должны выбирать лучшее, чтобы перенести в новое время. Ну, качество, точность перевода сегодня втройне актуальны, потому что для малокачественных переводов существует машинный перевод, да, для неважных каких-то переводов существует Google, который действительно со дня на день становится все более успешным. Артистизм. Вот представьте себе, несколько раз уже услышала и увидела вот этот термин, артистичный перевод, экспрессивный перевод еще бывает. Вот когда в некоторых агентствах перечисляются требования к переводчику, к устному, то среди качеств очень востребован артистизм. Почему это востребовано сегодня? Сегодня раньше монотонная речь воспринималась как информация, она воспринималась совершенно нормально. Сегодня любую информацию мы можем получить за доли секунды с помощью наших гаджетов. Интернет открыт для всех. Но мы сегодня менее восприимчивы к тому, что происходит. Нас постоянно нужно чем-то будить, привлекать наше внимание, потому что наши мозги очень заняты вот тем огромным количеством информации, присыщенным таким, присыщенной мозги, что нужно будить вот рассказом с выражением, что называется оно такое детское, нужно с выражением, артистично для того, чтобы тебя услышали, слушали, для того, чтобы это было легко для восприятия. Это очень важно. Скорость. Ну, тут не поспоришь. Время ускоряется. Чем быстрее мы переводим, тем больше денег мы экономим нашему клиенту, тем проще становится восприятие, тем проще становится наш перевод, потому что мы не тянем с паузами лишними. Мы максимальную информацию излагаем за минимальное количество времени. Это тем более важно для синхронного перевода, где любая задержка равна непониманию следующей части фразы. Экономя время, экономя силы мозга, мы становимся мобильнее и нам легче работать. Вот в синхронном переводе это наиболее важно. При последовательном переводе это тоже очень важно, потому что нам иногда делают такой комплимент, спасибо, что вы сэкономили столько времени, мы не должны высиживать и ждать, пока вы сообразите, вы не делаете лишних пауз и так далее, и так далее. Это сегодня очень востребовано. Прозрачность. Умение оставаться нейтральным. Конечно, когда мы переводим какие-то спорные вещи, нас так и тянет выразить свое мнение. Конечно, мы не можем, мы люди, мы не можем относиться одинаково к различным вещам. Что-то мы поддерживаем, что-то не поддерживаем, с чем-то согласны, с чем-то не согласны. Переводчик это тот человек на должность, должность которого заключается в абсолютной беспристрастности. Вы не имеете права высказывать ваше мнение во время перевода, после, пожалуйста. Но во время перевода вы просто отражаете действительность наиболее честным образом. И умение оставаться нейтральным, поддерживать дружелюбную атмосферу, насколько это возможно, поддерживать нейтралитет, не принимать сторону чью-то, это тоже очень важный такой навык. Чувство стиля. Ну это важные штуки, потому что подросток говорит не так же, как профессор в лингвистике. И сохранить, передать мысли можно тоже по-разному. Сохранить не только мысли или конкретную какую-то информацию, но сохранить стиль, это тоже наша задача. То есть одно слово мы можем передать различным образом. Это будет либо литературное слово, это будет либо сленг какой-то. Поэтому чувство стиля тоже надо придерживаться. И речь идет здесь еще и о профессиональном аргуме, о профессиональном сленге, о профессиональном языке. Его тоже нужно бы хорошо знать. Умение ориентироваться в акцентах. Французский язык. Ну я думаю, что с английским, то же самое со многими распространенными языками. Это так. Ну французский язык, язык очень многообразный. Существует канадский вариант, существует швейцарский вариант произношения, существует миллионы африканских, различных акцентов. Но раньше слово акцент приобретало значение неправильного, неверного, отходящего от нормативного языка. Сегодня об этом ведутся споры. И сегодня, поскольку мир становится все-таки, может быть, в некотором смысле, хотя в это сложно поверить, добрее, вот сегодня отставится мысль о том, что существуют разные равные варианты этого языка. Я с этим совершенно согласна. Это не лучше, не хуже, это просто другой вариант языка. Когда канадец приезжает, или когда вы должны переводить канадца, вы должны привыкнуть к этому варианту канадскому произношению. И вы таким образом можете легче переводить, чтобы вас не смущал вот этот акцент. Для этого нужно наслушаться и привыкнуть. Африканские, они очень разные, акценты бывают. Северная Африка, Марокко, Алжиры, там почти нет акцента, но есть какие-то свои особенности произношения, о котором тоже надо привыкнуть. Но чем южнее мы идем, Камерун, там довольно большие отличия. Это тот же французский язык, но со своими особенностями. Ну, чтобы себя к этому подготовить, я, например, слушаю или смотрю различные сейчас и подкасты, и передачи, и там YouTube-ролики какие-то вот из разных концов мира на языке. Представляете, сколько это какое-то богатство. Не только Франция у нас есть, но есть еще много-много-много стран мира, с культурой, которые мы можем благодаря французскому познакомиться. И таким образом мы готовим себя к возможностям перевода, легкого перевода, насколько это возможно. Вот таких вариантов. Многозадачность, об этом будем говорить. Уже об этом говорила. Живой перевод – это не всегда комфортное условие. Но я уже об этом не раз рассказывала. Я переводила и вниз головой вися. И на борту лайнера, перескакивая с корабля на лодку. И летела на дельтаплане, переводила одновременно. Переводила на теплоходе во время качки сильной. Вот это кажется такими приключениями. Это очень весело, конечно. Но надо учитывать, что во время всех этих замечательных приключений вам нужно продолжать переводить. В каком бы положении вы ни находились. Холод – холод. Вы переводите в мороз. Жара – жара. Вы изнемогаете от жары, но все равно переводите. Вот такую историю расскажу. Ночь. Ладога. Связи нет. И очень сильная качка. Мы плывем на корабле с группой французов. И я работала переводчицей, сопровождающей. И одной женщине в группе стало плохо. Вызвали бортового врача. И вот мы полночи провели для того, чтобы как-то помочь этой пациентке. Вернее, помогала не я, а доктор. Я переводила все, что происходило. Качка была очень сильной. Обычно качку я чувствую, ну и на любой из вас начнется морская болезнь. Но поскольку задача была поставлена ясной, работать несмотря ни на что, стоять было невозможно, сидеть очень сложно, потому что корабль шатала. Вот представьте себе, никакой качки. После этого случая я задумалась о том, что все эти моменты, когда плохо переносишь качку или плохо переносишь высоту, это все-таки связано, или психика имеет очень сильное влияние на наш организм. Профессия лечит, вам хочу сказать. Вот многозадачность, это умение находиться одновременно в разных ситуациях, делать одновременно много чего, учитывать сенсорные какие-то факторы, освещение, микрофон, эхо, холод, жару, в общем все наши обстоятельства жизни, которые могут быть очень необычными. В этом прелесть перевода это и прелесть работы в гуманитарных организациях, потому что все-таки гуманитарная область, это область живая, область связанная не с кабинетом, а уютным, теплым, хорошо протопленным, а это живой перевод, когда ты где-то ползешь, бежишь, ныряешь, я не знаю, ну то есть это масса-масса разных обстоятельств. Уменьшение числа заказов, конечно, мы живем сейчас в непростое время, по многим причинам, сейчас количество заказов уменьшается, тоже надо уметь с этим быть, и уметь быть готовым к тому, что сегодня много заказов, завтра будет мало заказов, и так далее, и так далее. То густо, то пусто, это называют переводчики. И надо учитывать, что темы, востребованные тоже, очень характеризуют время. Если раньше были модные темы нефть-газ, то сегодня очень востребованы темы медицины, естественно, которые вообще тема номер один, слава богу, что это так, потому что мы обращаем внимание на какие-то главные вещи в нашей жизни. Экология будет очень важной темой, как слезть с этой нефтяной иглой, как планете помочь, и как вообще выжить на этой планете. Вот такие заказы, они будут наиболее востребованы, особенно в мире после пандемии. Устный онлайн-перевод, уже мы об этом поговорили, это онлайн-формат перевода. К нему надо привыкнуть, но это тоже требование нового времени. Пожалуйста, следующий слайд. Что сейчас больше всего ценится в переводе? Вот я вам просто не буду говорить за много времени. Вот последние, вот несколько последних заказов, которые у меня были. Значит, первое, вот что мне сказали, вам прямо передаю, как есть. Спокойствие. Сегодня востребовано спокойствие. Спокойный голос при переводе, доброжелательный, очень востребован. Время агрессивное, время нервное, время тяжелое, время сопряженное со многими трудностями, да, со всех сторон. Вот люди напряжены, и поэтому при переводе спокойствие очень важно. Очень важна предварительная работа. То есть, когда вы предупредительны, когда вы выполняете работу в срок, письменные, либо устные переводы, когда вы приходите вовремя. Вот это сегодня, мне просто клиенты пишут и говорят, спасибо вам вот за соблюдение сроков. Это для нас очень важно. Вот почему-то, я не знаю, то ли мне попались такие коллеги, да, такие клиенты, то ли это действительно веление времени. Нам нужно спокойствие, нам нужно, ну, в общем, насколько возможно, лучше предварить разные сложности, которых у нас и так полно в жизни. Ну, вот тут я вам поставила небольшую такую шутку маски. Переводить в масках. Ничего не слышно, ни тебя не слышно, ни человека не слышно. Это нужно тоже учитывать. Учитывать как? Ну, во-первых, предупредить заранее, что мы сейчас в масках говорить нужно громче и членораздельнее, и возможно медленнее. и самому говорить так же. Вы, конечно, большой молодец, вы переводите суперздорово, у вас отличная скорость, вы суперпрофессионал, но если вас при этом не слышно или теряется половина слов, вот как на этой картинке, французы пошутили так недавно, перевод невозможен, потому что ничего непонятно, что говорится. Но это такие мелкие детали, которые сейчас оказываются очень важными. Они кажутся простыми и очевидными, но видите, как сложилась ситуация. Я думаю, что с нами эта ситуация какое-то время останется, поэтому, пожалуйста, берегите друг друга. Следующий слайд. И еще раз следующий. Что мы переводим, когда мы переводим? Мы уже, я уже об этом сказала, мы переводим мысли. Не слово в слово, а мысли в мысли. Пожалуйста, следующий слайд. Вот я вам говорила о спокойствии голоса. Мы переводим мысли, конечно, но еще очень важно, как мы это переводим. Вот эту табличку я уже ношу с нескольких лет, потому что она неожиданно стала актуальной для моей профессии. Я, честно говоря, так не думала. Цифры здесь, мы говорили с учеными, лингвистами, вот с моей замечательной преподавательницей Ларисой Андреевной Мурадовой из университета педагогического. Она сказала, что, конечно, цифры здесь спорные. Как мы понимаем речь, 50% язык тела, 38% голос и, собственно, вербальная коммуникация, то есть смысл слов, это 97%. Это очень спорные цифры. Они в 67-м году были выдвинуты, потому что это каким-то образом непонятно посчитали ученые. Но дело здесь не в цифрах, а дело в том, что невербальная коммуникация или паравербалик, а паравербалик – это интонация. Это важнейшая штука. И сегодня она важна особенно. Почему-то. Видимо, это часть каких-то базовых потребностей людей. То, чего машинный перевод не дает. Потому что он говорит верно, но разницы там мало. От этого очень сильно устаешь. Следующий, пожалуйста, такой слайд. Не говорите монотонно. Это усыпляет слушателей. Попытайтесь хотя бы сделать вид, что интересуетесь тем, что переводите. Советует психолог, который работал специально с переводчиками, и который делал исследование на тему понимания речи переводчиков и как им себя вести, чтобы их слушали. И еще очень важная вещь, которую я нашла, это российский ученый, паравербалик. То есть голос человека, тембр, там разная мелодика, громкость, темп, часто в коммуникации играет большую роль, чем знаковая языковая система, то есть собственно смысл слова. Одно без другого не существует. Вы не можете понять совсем иностранное слово, которое ничего вам не говорит, но восприятие речи это интонация и смысл содержания какого-то послания, это очень часто голос. С этим я столкнулась не раз и даже ходила на курсы такие по голосовые тренинги с замечательными преподавателями, потому что это мне было необходимо. Я заметила, что это важно. Некоторые наши коллеги, клиенты, публика благодарит переводчиков за голос. Вот представьте себе, не за перевод смысла слова, а за голос, за интонацию. Это удивительно. Пожалуйста, следующий слайд. И вот тут я говорю о переводе пауз. В речи мы говорим часто быстро, часто тараторим, как я сейчас только что. Иногда мы делаем паузы. Вот эти паузы тоже составляют часть речи. Со мной однажды случилось такое приключение. У нас был двойной перевод с немецкого на русский и с русского на французский. С немецкого на русский перевод шел последовательно со сцены. Вот с этого русского языка я переводила шушу таш одновременно переводила нашим французским коллегам с русского на французский. Переводчица с немецкого языка была супер профессионалом. Супер мега профессионалом, потому что она перевела паузу. Она ее перевела, сделав паузу, сохранив молчание, тогда, когда эта пауза была смысловая и очень важная, от которой мурашки у всех побежали. Я в своем переводе сохранила эту паузу. И вот тогда я поняла, что мы не просто таратуре, мы переводим смысл, мы переводим мысли, и более того, мы переводим какое-то состояние человека. Сейчас это очень востребовано. Еще раз повторю, что информация, раньше переводчик существовал для информации, для передачи информации, потому что негде было прочитать или заказывать, вот я помню, мы заказывали в библиотеке книжку, нужно было ждать иногда месяц, чтобы тебе подобрали правильную книжку, потом ты едешь в эту библиотеку, берешь книгу, в общем, это занимало огромное количество времени. Сейчас любая информация у нас под носом. И сейчас выступления специалистов из Франции, из других стран, это не столько информативная, сколько эмоциональная сторона, очень важна, когда даже во время технического перевода технари понимают друг друга прекрасно, практически без переводчика, но очень важна вот эта человеческая составляющая, о ней мы поговорим по гуманитарным нашим делам. Пожалуйста, следующий слайд. важность предварительной работы, об этом мы уже немножко поговорили, и еще очень важно, вы наверняка знаете, что о переводчиках существует масса мемов, особенно почему-то крестный отец идет на эту тему, вы наверняка знаете, они старые, очень смешные, и там речь идет в основном о контексте, ты просишь мне перевести словосочетание, но ты просишь без контекста, мне нужен контекст, говорит переводчик, это уже стало таким комическим, комической стороной дела, но это очень важно, поэтому предварительно важно изучить контекст, ты изучаешь не только слова, их переводы, сколько вот это поле, которое вокруг, что может сочетаться с этими словами, какая вообще ситуация, какие люди, что в этом мире, или что в этом профессиональном мире ценно, что интересно, что существует, как общаются эти люди между собой, это очень важно, и предварительная работа, и на сегодняшний день, она очень, очень, очень важна, поэтому помните об этом, когда вас приглашают что-нибудь перевести, скажите, какие материалы, мне нужны материалы для подготовки, для подготовки, это очень профессионально, пожалуйста, следующий слайд, что будет востребовано завтра, не раз употребляла слово профессионализм, мы сегодня должны быть профессиональнее в три раза, чем раньше, профессионалами в своей сфере, или не важно, или вообще в сфере перевода устного, еще вторая очень важная вещь, о которой мы сегодня будем говорить и говорим, это мир и взаимопонимание, это профессия переводчика, это мир, это сотрудничество, это опыт живого общения, это налаживание связей, налаживание контактов. Вот недавно праздновалось 90-летие со дня рождения Михаила Горбачева, было очень много публикаций на эту тему, и я вот вспомнила это время, когда, собственно, откуда появилась у меня эта профессия. Очень благодарна я этому человеку, этому времени, потому что это было время открытия железного занавеса, знакомства с другими культурами, вот этого шага навстречу друг другу. И я увидела, что очень многие переводчики, вот когда ему писали какие-то поздравления, или там на сайтах были какие-то воспоминания, публикации, то очень многие переводчики вот ему как раз благодарны вот за эту открытость. Ну, дело не во времени, время это ушло, но дело в том, что этот принцип, он будет оставаться важным всегда. И мне кажется, что сотрудничество, коммуникация будет очень востребовано, когда вот закончится этот период закрытости, и когда вообще вот это время такое трудное закончится. я всегда напоминаю себе о том, что времена меняются, времена меняются очень быстро, что вот читая книги о Средневековье, я понимаю, что возрождение готовилось во время, во времена Средневековья, оно было подготовлено, оно не просто так возникло, вот, поэтому наша задача вот этот огонек нести и помнить о том, что профессия переводчика это профессия мира, профессия гуманная, профессия доброжелательная. И вот еще хотела вам сказать о том, что многие переводчики, я в том числе, свидетельствуют о том, что вот у нас возникает вот это удовольствие почти физическое, когда мы видим, что две стороны договорились, когда они подружились, когда они познакомились друг с другом, когда они доброжелательно друг к другу относятся, когда переговоры состоялись. Вот я это не раз замечала среди своих коллег, мы делимся этими эмоциями, да, потому что мы все-таки люди, и во многих выступлениях даже синхронистов, да, вот они говорят, что вот прошло там какое-то совещание, и вот у нас почти до мурашек удовольствие о том, что мы послужили делу мира, объединения. Ничего, мы не развиваемся быстрее, то есть самый, самый быстрый скорость развития, это тогда, когда есть несколько сторон в этом процессе. Это всегда обмен знаниями, навыками, настроениями, культурами, это, ну, действительно, дело будущего, да, если мы в него хотим попасть, то нам об этом надо помнить. И ключевое слово, конечно, уважение, уважительное отношение человеческое. Вот этому всему я научилась работая в гуманитарных организациях. Пожалуйста, следующий слайд. Я работала в нескольких гуманитарных организациях очень долго, очень много, до сих пор сотрудничаем, очень люблю этих людей. Ну, это вот замечательная организация, которая долго проработала, Handicap et à National, это помощь инвалидам по всему миру, людям с инвалидностью по всему миру, который машинный переводчик наш перевел как международное затруднение. Мы все очень веселились. Видите, как машинный перевод может не передать смысл слова. Врачи мира замечательные, с которыми мы путешествовали по северу, с которыми очень много было сделано и до сих пор есть результаты вот этих чудесных проектов. Ну, врачи без границ тоже мы, естественно, знаем этих людей. Организации часто имеют разные периоды своего развития. Разные люди стоят во главе этих организаций. Мне посчастливилось быть знакомой вот с первым поколением, с плеядой людей, которые создали эти организации. А это врачи, это люди, организация, например, антикептионациональ, создавалась вообще дома. Вот это семья, муж и жена, врачи, которые вот дома начали, решили, что все хорошо в их жизни. Вот дети спят, что-то мы хотим сделать прекрасное для этого мира. И они стали собирать бинты, лекарства, по ночам печатать письма для сбора каких-то минимальных средств. наполнили свои рюкзаки вот этим медицинскими материалами, лекарствами и поехали в Руанду, в Камбоджу, вот там, где происходили трагические совершенно события, где не было совершенно врачей. Это люди, которые вынесли на своих плечах раненых, которые помогли многим людям, сотням людей, которые это сделали вот просто, ну, живой опыт, неорганизационный совершенно. Потом эти организации стали разрастаться, стали приобретать популярность, стали международными, стали работать во многих странах, стали помогать людям, которые столкнулись со стихийными бедствиями, с какими-то политическими тяжелыми событиями. Люди, с которыми мы там работали и работаем, и продолжаем дружить, естественно, это люди особые, люди, которые не понаслышке знают о том, что такое человеческая боль, и которые не понаслышке знают о том, как помочь. Можно человеку, мир не спасешь, конечно, но конкретному человеку помочь можно. Пожалуйста, следующий слайд. Чему я научилась работая с гуманитарными организацией? Во-первых, это работа в команде, это уважение друг к другу, это очень высокие цели, это живая работа, то, о чем я говорила уже, это работа, когда ты участник каких-то необычайных обстоятельств, трудных, сложных, которые тебе тоже нужно по-человечески пережить, и еще не забыть свою главную миссию, это профессиональный профессионализм и правильный верный перевод человеческий. Это взаимообучение, это всегда обмен опытом, это всегда человеческий обмен, это очень эмоциональные встречи, потому что когда в трудных обстоятельствах встречаются люди, которые представляют разные культуры, это всегда эмоционально очень сильный момент и очень воодушевляющий момент. ну потом конечно мы и лингвистически кое-чему поучились. Вот я хочу вам сказать несколько слов о словах. Пожалуйста, спасибо большое. Вот в русском языке существует слово инвалид. Андикап это националь это организация помощи людям с инвалидностью и вот у нас в самом начале нашей работы возник такой конфликт переводческих школ. У французов тоже есть слово инвалиды. Они употребляют это слово по отношению к инвалидам войны, но поскольку и в латыни и в французском языке слово инвалиды означает недействительный, вот там валиды, любви, лютики, сделать билетик действительным или недействительным, человек не может быть недействительным. Подумали французы, в русском языке слово инвалид тоже, поскольку оно давно уже существует в языке, оно перетекло в разряд не совсем уважительных. И вот французы сказали, что мы стали употреблять слово handicap, handicap, person handicap. И вот в наших многочисленных семинарах, обучению, реабилитационных всяких мероприятиях, поездках, часто в сложных обстоятельствах, действительно, я когда-нибудь в прекрасной России будущего вам расскажу детали, вот я должна была переводить как-то это слово. И я сочла нужно переводить это слово, это понятие как человек с инвалидностью. Часть переводчиков обрушилась на меня и сказала, ну что ты себе голову ломаешь, существует же юридическое слово инвалид, но что это длинное такое выражение и так далее, и так далее. Французы сказали, что человек с инвалидностью это прежде всего человек, это меняет все, это меняет отношения, это человек, но с какими-то сложностями, которым мы можем помочь. Это философия жизни. Они сказали, нам важно, чтобы вы переводили так, как мы говорим. И я была сторонницей вот этого изменения менталитета с помощью всего лишь одного вот этого нюанса. Очень быстро в языке появились такие выражения, как человек с ограниченными возможностями, вы наверняка заметите, ну что тоже не лучше, человек с особыми потребностями, уже чуть-чуть получше, но тоже не то. Французы предложили также новый термин человек в ситуации инвалидности. Тоже не очень это быстро произносится, вы не будете каждые пять минут говорить человек в ситуации инвалидности, человек в ситуации инвалидности, и очень сложно выговорить, когда быстро говоришь, но они сказали, что это для нас важно, потому что это не просто человек, это человек в определенной ситуации. Если мы поможем, если мы ему дадим все средства для того, чтобы он компенсировал как-то свою проблему, свою сложность, то он перестанет ощущать вот эту вот инвалидность, свою проблему. Это ситуация, которая сегодня такая, завтра она может измениться. Это тоже вера в человека заложена в этой концепции и это опять же очень гуманитарная, гуманная концепция. Я настаивала на этом изменении в обозначении, это всего лишь слово, но за которым стоит очень много. Французы приходили в ужас от нашего слова дефектология и от понятия коррекционная педагогика. Мы этого не замечаем, к тому же специалисты-дефектологи, специалисты в области дефектологии, это прекрасные специалисты, которые точно так же, как и французские специалисты, работают с детишками, с какими-то сложностями, проблемами, которые делают возможно и невозможно, которые их любят. Они работают очень профессионально, неважно. Сама концепция дефектологии, это концепция советского периода, когда любая особенность человека, какое-то заболевание или патология и так далее считалась дефектом. В слове дефектология есть слово дефект. Вы знаете, в спарте сбрасывали со скалы детей, которые рождались с какой-то проблемой, потому что они были бракованными, они не признавались обществом, потому что в спарте все должны быть румяные, здоровые. В советском, в тоталитарных обществах тоже человек должен соответствовать какой-то картинке. Все остальное высылается в интернат. Коррекционная педагогика, педагогика, которая призвана исправлять человеком, исправлять этот дефект, не подстраиваться под его нужды, не давать ему необходимые какие-то средства для того, чтобы ему выжить, для того, чтобы ему чувствовать себя лучше, для того, чтобы быть счастливее наконец. Нет, наша система изначально говорила о том, что мы всех под одну гребенку, и все должны быть одинаковыми. Конечно, это философские понятия, но у французов есть концепция education specialization, специальная педагогика, специальное воспитание, специальное образование для людей с определенными проблемами. Мы сначала переводили слово défectologie, которое не существует во французском языке, но которое мы переводили так, как есть, для того, чтобы отразить наши реалии. Мы говорили, что это дефектология, которая соответствует понятию специальное обучение, специальное образование, специальная педагогика, специальный педагог. И французы обратили на это внимание и сказали, ребята, надо менять менталитет, надо менять слово. Но слово не поменялось за это время, потому что существуют факультеты дефектологические, вообще дефектология как наука существует. Но менталитет с помощью вот даже этого лингвистического компонента все-таки в общественных организациях поменять мы смогли за все это большое время. Мы, я маленькая-маленькая частичка переводческая, в основном это делали специалисты из общественных организаций. Сейчас существует такое понятие, как особый ребенок, особое детство. Речь идет о детях с различными видами нарушений, психических, ментальных и прочих-прочих, множественных нарушений. Вот насколько одно слово может воздействовать на менталитет. Задуматься всего лишь об одном только слове, которое мы вообще употребляем совершенно спокойно во всех ситуациях, даже не задумываемся над ним, может изменить наше отношение к человеку, который обладает какими-то особенностями, который сталкивается с серьезными трудностями в своей жизни. Пожалуйста, следующий слайд. Что сложно в нашей профессии? Вот начну с таких моментов, что сложно. Мы работали в разных обстоятельствах. Помимо переводческих сложностей мозг устает. И вот мы уже задумывались над этим вопросом нейробиологическим. Мозг работает на полную катушку. Вот когда я работала в проекте с психиатрами швейцарскими, часть семинара их касалась очень модной темы нейробиологии. Мы уже об этом говорили с ребятами из франкотеки, которые тоже очень интересуются этим вопросом. И для того, чтобы подготовиться к этому семинару, я прочла много книг на эту тему, которые меня безумно заинтересовали, потому что здесь речь идет о том, как мы устроены, а что у меня происходит в голове, когда я перевожу. Вот замечательный наш ученый нейробиолог Татьяна Черниговская, вы ее наверняка очень хорошо знаете, она чудо, что такое. Она делала такой проект по изучению мозга синхронных переводчиков во время работы. К ним подключались разные аппараты, электроды, чтобы посмотреть, что происходит в голове. Она говорит, я не знаю, как эти люди живы вообще, потому что весь мозг работает. Не только зоны лингвистические работают, работает все. Как будто мы и нюхаем, и щупаем, и думаем, и образное мышление. И вообще все, что может делать наш мозг, он сделает во время синхронного перевода. Он задействован весь. И именно поэтому синхронные переводчики должны делать перерыв через каждые 20 минут по вообще такому соглашению, это международное соглашение, да, обычные синхронные переводчики работают по 20 минут максимум, делают перерыв, работают по 2 человека. Ну, шутаж, тут у вас вы один-единственный, но, как правило, ваш клиент делает тоже сам перерыв, куда-то выходит или просит вас сделать только резюме, это уже совершенно другое. И здесь, в общем, вы имеете большую свободу, да. Вы можете сохранять не всю информацию, можете не включаться вниманием в каждую секунду разговора. Непредвиденные обстоятельства, очень важные, да. И это составляет тоже одну из сложностей работы. Ответственность, публичность. Выступать перед публикой сложно. Выступать перед публикой даже онлайн не так просто, все равно волнуешься. А выступать перед публикой оффлайн еще сложнее, к этому надо привыкнуть. Сенсорная перегрузка. Об этом я вам говорила. Расскажу вам о своем печальном опыте, когда я просто была готова покинуть свою любимую профессию навсегда. Мы возвращались из Красноярска, не спали, перелет был долгий, сложный. И приехали вечером, надо было переводить перед огромным залом в французском посольстве, под светом софитов, микрофон, которому тоже надо привыкнуть к его звуку, да, эхо. Огромный зал тебе слепит в глаз вот это софиты. Я очень стушевалась, потому что я не понимала смысл фразы, которые мне говорили по-французски. Я понимала каждое слово, но не понимала, что значит вся фраза. Мозг отказывался работать, устал. Сенсорная перегрузка. Здесь и свет, и звук, и какая-то усталость, естественно, недосып, недоедание, там, и прочее, прочее. Но вот был такой сложный день, да, когда ты не отдохнула после большого перевода, большого семинара. И вот столкнулась вот с такой непредвиденной ситуацией. Я замолчала, это переводчик делать не должен. И мой замечательный коллега, наш чудесный друг Патрик Сансон, который является специалистом в области аутизма, одним из лучших мировых специалистов на сегодняшний день. Он, как человек, который привык за всю свою огромную профессиональную жизнь работать с людьми с аутизмом и вообще с умственными нарушениями, он понял, что со мной что-то не так и решил действовать педагогическим путем. То есть он говорил по слову, чтобы я слово, каждое слово переводила, хотя бы его я пойму. Ну, минуты через три это прошло, но это, конечно, было не лучшим моим переводом. После того, как я сказала все, я бросаю все, мои коллеги сказали, да ладно, но с каждым бывает, это всегда как у спортсменов. Сегодня так, завтра сяк, завтра ты будешь переводить хорошо. Ну, естественно, я потом снова взялась за проекты, потому что они были один интереснее другого. И просто учла, что нужно уметь отдыхать и нужно уметь предварять вот такие вот обстоятельства и говорить заранее, да, планировать свои силы, соизмерять. Проблемы с голосом могут быть, это тоже связано с усталостью, это также связано с дыханием. Надо уметь дышать, не только для того, чтобы голос был красивый, звучный, мелодичный, чтобы не хрип переводчик, но еще для того, чтобы обеспечить кислород мозгу, как я уже знаю, после многочисленного чтения книг, для того, чтобы он работал в комфортном режиме, для того, чтобы он все понимал, соображал и был на корме вот этим вот кислородом. Ну, естественно, это одна из сложностей, это необходимость постоянно держать внимание. В обычной жизни, вот вы меня сейчас слушаете, наверняка слушаете минут 10, потом отвлекаетесь, думаете о том, что мне надо было там еще борщ приготовить, вот за воскресенье, может на солнышко пойти. Потом снова включаетесь в нашу беседу, да, так устроен наш мозг. Но когда мы переводим, мы не имеем права, не имеем права давать возможности мозгу сделать прогулку, да, непредвиденную. Мы должны постоянно держать внимание на теме разговора и переводить все, что говорится, да, потому что мы можем потерять важные, какие-то важные детали. От этого устаешь, да, потому что мозг тоже человек, он тоже хочет отдыхать. Это важно готовить. Следующий, пожалуйста, слайд. Вот люблю я эту картинку. Устопереводчик, как утка, над водой выглядит хладнокровным и невозмутимым, а под водой работает, как сумасшедший. Это, кстати говоря, картинка, которая существует и во французских вот всяких карикатурах и мемах, которые часто приводят педагоги, да. Возможно, я подумала, что это секрет любой живой настоящей профессии. Так можно сказать и о спортсмене, так можно сказать и о враче, так можно сказать о хорошем преподавателе, так можно сказать о хорошем пекаре, не знаю, все что угодно. Но для переводчика это очень актуально, естественно. Но соблюдение вот этого внутреннего спокойствия, доброжелательности, постоянной мысли о высокой задаче. Я говорю сегодня высокопарные слова, но мне кажется, что вот в наше время их очень важно сказать. Но в то же время ты думаешь о той внутренней работе профессиональной, которую о тренировке, о внимании, постоянном о сосредоточенности, о точности, качестве, скорости. Вот все, что составляет ценность нашей профессии. Ну, рассказала вам о сложностях. Сейчас, пожалуй, пора сказать и о плюсах. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, о плюсах, да, это даже скорее не о плюсах. Тоже люблю эту картинку. Не знаю, плюсов здесь больше или минусов. Наверняка вы видели эту картинку. Что вообще оборудование, как должен быть переводчик. Во-первых, мне здесь очень нравится гидравлическая нога, позволяющая любому наподдавать переводчику за его ошибки устному. Ну, и четыре руки для одновременного письменного и устного перевода. Я вам говорила о многозадачности. Это действительно так, потому что в то время, когда вы переводите, у вас еще могут быть и всякие письменные источники информации. Отвлекаться с одного на другой сложно. То есть это удваивать сложность задачи. Вот, но все-таки иногда приходится, как Наполеону, хотя, конечно, Наполеон это профессия совершенно другая, нам приходится отвлекаться на разные-разные-разные моменты и делать хорошо и то, и другое. Улавливать каждое слово, гигантская тарелка, радар, естественно. Когда один голос хорошо, но когда несколько голосов, ну, переводим максимум того, что слышим. Переводчик должен иметь информацию обо всем, даже то, как переводить с греческого на английский. Ну, это имеется в виду общекультурный контекст. Когда вы переводите неизвестное никому слово, вы должны его расшифровать. Либо попросить своего коллегу, франкоязычный, если это с французского языка перевод, чтобы всем было понятно, что это такое. Либо, если для кого-то это непонятно, вы просто имеете право дать какое-то добавление или синоним, или, возможно, какой-то российский эквивалент этого слова. Ну, тросы, удерживающие переводчика на ногах в течение долгого времени, это действительно так. Но здесь нужны тросы еще и для висения вниз головой. Я вам рассказывала, дело было на севере во время медицинского семинара, когда нам не показывали, доктор французский показывал, как переносить раненого, который упал с оленя, как бинтовать ему ногу и так далее, и так далее. Чтобы не задерживать весь ход процесса, потому что иначе слишком затянувшаяся пауза, сложно, не все сразу всем понятно, вот я висела вниз головой и переводила. Очень весело, довольно трудно, но, в общем, как я уже сейчас знаю, к мозгу прилила кровь, кислород и все такое, соображала неплохо. Пластырь для рта, предупреждающий любые высказывания личного характера. Мы говорили о прозрачности, о том, что во время перевода вы не имеете права на свои собственные дополнения, потому что вы просто отражаете действительность. Менять цвет одежды, чтобы не допустить напряжение зрения окружающих или диссонанса с обстановкой. Это тоже, кстати, важно, об этом мне говорили дизайнеры, с которыми мы работали. Голубой цвет, вот самые такие мягкие тона, это самые располагающие к восприятию цвета. Ты не должен приходить в красном, потому что красный цвет отвлекает и раздражает подсознательно, когда приходится долго сидеть, несколько часов длится семинар, когда приходится слушать одного-двух человек, один говорит по-французски, а второй переводит долго, то это на психику тоже влияет. Хотя, и, конечно, вы имеете право надевать то, что вы хотите. Ну и, наконец, удлинение ног для регулировки роста, чтобы всем угодить, тоже, наверное, важно, хотя не столь. Следующий, пожалуйста, слайд. Ну, плюсы должны же быть какие-то. Вы знаете, вот вчера смотрела я несколько выступлений с фигурного катания, с выступлений, и чего-то подумала, что очень похожи у нас профессии. И наверняка все настоящие живые профессии очень похожи. Во-первых, постоянно учишься, вот постоянная тренировка, постоянно что-то новое, постоянные волнения, хорошее волнение, потому что это неизведанная для тебя область. Мир – это много различных миров, это много разных способов восприятия, это много богатств человеческих и тематических, и культурных. Поэтому тут останавливаться ты не можешь никогда. Остановился велосипед, не вращаются колеса, никуда не едет твой велосипед. Потом это очень честная профессия. Вот и в спорте тут не спрячешься ни за дипломом, ни за знакомствами, ни за деньгами, ни за чем. Ты делаешь хорошо или плохо, это сразу видно. И соврать здесь нельзя, невозможно. И мне это очень нравится, потому что в нынешнем мире, ну не очень простом, даже по сравнению с предыдущими временами, не очень свободном, все-таки вот это честное отношение к своему делу и профессионализм честный, он мне очень мил. Разнообразие тем, возможность их выбирать, естественно. Когда мне говорят, вот новая тема, многие переводчики говорят, это не моя тема, я никогда не переводила, я вообще в этой области не специалист. Вот моя тема медицина, давайте я буду медицинные переводить. Я иногда не отказываюсь от таких новых предложений, при условии, что у меня есть время подготовиться. Если я вижу, что мои клиенты или партнеры честны, если эта тема интересна, если эта тема полезна, если эта тема вписывается в мою этическую составляющую, человеческую, то я берусь даже за сложные для себя предметы. Изучу, научусь, если особенно есть время, если есть материалы, материалы сегодня вообще, благодаря интернету, много, всегда, везде бывают, то вот эти разнообразия тем, а почему не попробовать, а почему не узнать что-то новое, а почему не попробовать себя в этом, для того, чтобы мы не застоялись, для того, чтобы мы развивались дальше, попробуем разработать и этот навык. Но возможность выбирать проекты. От некоторых проектов, даже лингвистически для меня понятных, несложных, очень выгодных, я отказывалась по этическим причинам, человеческим причинам, причинам того, что я не хотела служить, ну, транслировать какие-то вещи, которые мне не близки по-человечески. Возможность путешествовать. Ну, сегодня это не очень актуально, но все же, после пандемии, я надеюсь, что это будет востребовано. Наоборот, да, сейчас мы, пружина сжалась, она должна будет неизбежно рожаться, да, и надеюсь, и всем нам желаю, вот, узнавать друг друга в путешествиях. Это возможность поездок, знакомств. Ну, когда ты сам, в общем-то, не всегда это можешь себе устроить, иногда лень бывает, да, то тут хошь, не хошь, езжай. Но это всегда бывает интересно и очень обогащает. Прекрасное знакомство, друзья, замечательные коллеги. Вот эта работа в команде, где каждый профессионал своего дела, где собираются разные профессионалы, да. И однажды, вот, мне сделали комплимент, один швейцарский наш коллега замечательный, он сказал «Спасибо за благородство профессии». Ну, у меня прямо мурашки прошибли, потому что я никогда свою профессию в этом ключе не рассматривала. Благородство профессии – это умение доброжелательно, красиво, вот, нести и с уважением не только к другим, но и к себе, и к своему делу. Вот, умение работать в этом равном партнерстве, в равном среде равных. Ну, личный рост, естественно, интерес, тренировка мозга. Никогда не постареем, потому что постоянно что-то новенькое, и это новенькое, оно неисчерпаемо, оно всегда будет. Мы тренируемся, мы что-то запоминаем. Когда есть время, смотрим какие-то интересные для нас видео. Я смотрю со словарем, потому что новые словечки появляются. Сейчас вообще мир лингвистически обогатился после 2020 года, появилось много чего. Язык – штука живая, постоянно учишься. Ну и, конечно, всякие невероятные приключения, веселые истории. Об этом я уже не раз рассказывала, сегодня останавливаться не буду. Даже сегодня скорее остановлюсь на невероятных приключениях, вот в плане таком физическом. Это разные обстоятельства жизни, в которых бы ты никогда не побывал сам. Это разные условия жизни, это разные, ну, как сказать, живые обстоятельства жизни, которые ты можешь для себя открыть только благодаря профессии. Это приключения, конечно, это прекрасное приключение. Ну что ж, следующий слайд, пожалуйста. Федерико Феллини «Другой язык, другой взгляд на мир». Ну, я очень много думала, у меня многие спрашивают, что что ты английский не учишь, немецкий не учишь, испанский не учишь, там вот всё у тебя французский да французский. Ну, французский у меня действительно любимый, неповторимый, не хочется распыляться, да, всё-таки хочется быть специалистом в своей области, да и времени особо нету, потому что есть чем заняться здесь. Вот я думала о языке, говорят, один язык – одна жизнь, другой язык – другая жизнь, три языка – три жизни и прочее, прочее. Это, конечно, так, поэтому изучайте языки, потому что завтра откроются двери, мы станем свободны, потому что сегодня мы уже готовим эти какие-то человеческие вещи, мы берём с собой, мы их несём в себе, и потому что это для нас лично очень полезно и здорово. И следующий слайд, он же последний, это иллюстрация, ну, сейчас очень много вот таких шуток, переводы с, особенно в Китае, в Китае этим славится блюд различных, ну, особенно посмотрите, как переводится язык в тесте китайскими специалистами на английский язык, это очень весело. Благодарю вас за внимание, и сейчас вот у нас несколько минут, минут 20-15 есть на ответы, вопросы ответы. Да, друзья, добрый день, пишите, пожалуйста, ваши вопросы в чат, тут уже есть некоторое количество вопросов. Благодаря нашему чату, Наталья, я узнала ваше отчество, потому что вы собрались настоящие поклонники вашего дела, и которые вас знают уже давно, и они не учатся. Давайте начнём со входа в профессию, с блока вопроса про вход в профессию. Я не знаю, как зовут пользователя по имени iPhone, пользователь X спрашивает. Здравствуйте, Наталья Юрьевна, скажите, пожалуйста, в 30 с лишним лет поздно уже менять профессию учиться на переводчика, учитывая то, что языки в изучении даются легко. Спасибо. Вы знаете что, я думаю, что никогда не поздно. Я даю научный ответ на этот вопрос, потому что мы работали с учёными, работали со всякими вот этими вот процессами, я это всё переводила, и могу вам точно вот от них передать, что это действительно так никогда не поздно. Учимся, работаем. Я не сторонник долгого обучения, обучения и обучения. Берите разные опыты, пробуйте себя. Поначалу пробуйте бесплатно, я не знаю, перевести друга, или просто, если у вас есть время, вот попробуйте, ну как французы говорят, Гуза-мюзей, да, поразвлекайтесь разными переводами, вот подкастов, YouTube всяких штучек, киношек, простых, сложных, разных, да, просто для себя попробуйте, попробуйте синхронный перевод, попробуйте с остановками, последовательный перевод, или какой-то бытовые, какие-то встречи, вот от этого не отказывайтесь. Смотрите, наблюдайте, это ваш темперамент, или это не ваш темперамент. Иногда вот, ну мы даже вот говорили со студентами, что есть письменный темперамент, есть устный темперамент, есть переводчики наточенные на письменный перевод, то есть это люди усидчивые, это люди, которые любят вот каждое слово проверить, перечитать их, не гадает качать. Друзья, с вашим позволением, сейчас выключу видео Натальи, чтобы у нас немножечко лучше отображался звук, хорошо? Это займет две минуты буквально. Я пока прочитаю следующий вопрос. Наталья, смотрите, у нас еще дальше, во-первых, предыдущего польза сейчас зовут Татьяна, мы уточнили этот вопрос. Еще у нас два пользователя, также спрашивают, два слушателя спрашивают о том, где пройти профессиональную подготовку на синхронного переводчика. Ну, чтобы порекомендовать, какие курсы, курсы при подготовке профессиональные, что-нибудь типа такого. Наталья... 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 Ага, Наталья, давайте тогда так, сейчас Наталья у нас перезайдет в эту же конференцию, и я сейчас, пока Наталья перезаходит, я на данный момент вам включу как раз тоже небольшое выступление от Натальи про то, как работает мозг переводчика во время, собственно, работы. Хорошо, а пока Наталья перезаходит и будет готова отвечать на ваши вопросы. Наталья перезаходит... Небольшое научное предисловие. Ну, прежде всего, я предлагаю вам поразмышлять, что изображено на этой картинке. Даю минутку, подумайте, смотрите, подумайте. Ну, надеюсь, что многие из вас догадались, действительно, это наш мозг. Это наш мозг в действии, в работе, это нейронные связи, которые устанавливаются у нас в мозгу, когда мы работаем. Вот оказалось, что у устных переводчиков эти связи работают особенно активно. Если посмотреть томограмму, где разные нейронные связи изображаются разными цветами, то по свидетельствам ученых, вот в частности об этом говорит Татьяна Черниговская, которая изучала процесс перевода и как это отражается на мозговых процессах, поскольку это ученый, известный ученый нейробиолог, она говорит, как такие люди живут, непонятно, потому что весь мозг красный, все задействовано. По роду своей деятельности однажды я должна была переводить на семинаре, работала с психиатрами шинцарскими, и одна из таких важных частей семинара касалась как раз нейронаук, нейробиологии. Это очень важная составляющая вообще нашего современного мира, это очень важная часть знаний. Когда я готовилась к этому переводу, то мне пришлось перечитать немало книг, и оказались они необыкновенно интересными, не просто с точки зрения обывателя, но и с точки зрения профессионала. Мне профессионально было очень интересно, потому что все, о чем говорит нейробиология, напрямую касается нашего переводческого мозга и того, как он работает. Во-первых, надо понимать, что мозг это наш главный инструмент, наш главный инструмент работы. Во время устного перевода, как ни странно, задействованы все зоны мозга, не только языковые, не только лингвистические, но также все сенсорные, совершенно разные зоны мозга, которые вроде бы напрямую не отвечают за язык. Дело в том, что мы должны держать постоянное внимание, и это мы делаем не только какими-то лингвистическими зонами нашего мозга, но вообще всем мозгам. Для того, чтобы хорошо переводить, переводчики вам это скажут, очень важно правильно дышать. Дыхание полезно, потому что мы должны снабжать кислородом мозг, для того, чтобы он правильно работал. Да, я рассказываю немножко о физических составляющих нашей работы, но они очень важны. Если мы об этом забываем, то начинаем нервничать, забываем дышать, и, естественно, это сказывается очень на качестве работы. Это важно учиться делать, дыхательные упражнения очень важны, и вообще важно не забывать о спокойной работе, работе с удовольствием. Когда мы работаем устными переводчиками, неважно синхронными или несинхронными, действует кратковременная память. Часто мы действительно не помним, что было пять минут назад, потому что мы сосредоточены на смысле слов, на смысле предложений, которые мы переводим здесь и сейчас. Поэтому это тоже очень важно помнить и тренировать именно этот вид памяти. Что сложно в работе переводчика, кроме всего прочего? Вот по опыту вам могу сказать, что сенсорные факторы, то есть освещение, звук, сегодня актуальные переводы, онлайн-переводы, и звук не всегда бывает совершенным. Для этого нужно держать внимание, постоянно слушаться и попытаться как-то победить существующие условия. это все влияет на то, как работает наш мозг. Об этом тоже очень важно помнить и важно подготавливать себе свою область работы. Ну и последнее, о чем я хочу сказать, те, кто интересуется эзотерикой, всегда спрашивают, существует ли телепатия, как она выражается и так далее. и так далее. Вот каждый переводчик устный, ну тем более синхронный, может вам сказать, что в телепатии нет ничего такого особенного. Это с течением времени, с опытом работы, в общем-то появляется уже как навык. Естественно, мы шутим, нельзя всего предсказать, но когда ты долго работаешь с человеком, когда ты долго работаешь с предметом, когда ты долго работаешь над какой-то определенной темой, появляется навык работы, и уже с помощью разных физиологических процессов мы можем немножко и иногда предугадывать мысли человека. Это никакой загадки не составляет, хотя сама профессия и то, как мы с ней справляемся, уже является загадкой. Итак, Наталья, вы вернулись... Что, я вас слышу. Про телепатию послушали? Да, послушали про телепатию. Давайте вернемся на нашу грешную землю. Вопрос про профессиональную преподготовку был, где все-таки подготовиться на синхрониста. Ну, вы знаете, есть... Я, честно говоря, не в курсе вот тех учебных каких-то планов. Я знаю, что в МГИМО есть такое отделение, переводческая магистратура есть, и прочее-прочее. Есть, естественно, в лингвистическом университете, бывшем университете Тореза Московском, тоже есть такие вот курсы серьезные. Есть какие-то минимальные вещи. Не знаю, не интересовалась. Посмотрите, пожалуйста, если вот это интересует, то, ну, наверняка что-то есть. Еще один вопрос по подготовку. На самом деле, очень интересный. Можно ли за пару лет освоить уровень гида-переводчика, если ты дипломированный гид? Вот очень интересный вопрос, потому что у нас, когда я училась в университете, например, было мнение о том, что гид-переводчик – это там уровень B1 буквально языка, потому что ты просто повторяешь одну и ту же экскурсию на просто, ну, то есть на очень узкую тему, и тебе не обязательно знать язык хорошо. Вот, на ваш взгляд, действительно, это можно ли такое освоить? Ну, вы знаете что, я всегда за то, что чем выше уровень, тем лучше. Уровень должен быть свободный, если вы хотите еще владеть, ну, дополнительной профессией. Да, гид-переводчик – это все-таки дополнительное что-то к просто знанию языка. Поэтому чем лучше, тем выше уровень, тем лучше. Я знаю, что в ассоциации переводчиков существует специальное лицензирование, да, то есть вы проходите целое обучение, это целый курс, и сейчас без лицензии работать нельзя, как я понимаю, да. У меня подруга работает гидом-переводчиком, это целая профессия огромная, да. Огромное количество материала, который нужно запоминать, нужно в этом легко ориентироваться. Вот что касается вопросов. Могу ли я за такое-то время освоить там то-то, то-то? Вот эти вопросы, я на эти вопросы я ответить не могу никогда, даже когда нам в школе задают этот вопрос. Да, вот за какое время, вот я заплатил за курсы, я хочу иметь этот уровень. Для меня понятие уровня – понятие условное, потому что мы все очень разные. Для кого-то этот уровень будет где-то там вообще далеко-далеко-далеко, им нужно учиться, учиться, учиться. Один уровень плавно пекает. Человек – это очень такое богатое существо, очень разностороннее. Вот, поэтому это индивидуальная штука. Вот, ну, касательно курсов гидов-переводчиков, они существуют у нас как, ну, такое обучение профессиональное, поэтому там, ну, там уже требуется определенный уровень языка. Чем выше он, тем лучше. Ответила? Друзья, я боюсь, что мы как раз столкнулись с одним из вызовов своеменности, о котором нам сказала Наталья, а именно небольшие проблемы с техникой. Поэтому я предлагаю сделать так, что мы скачаем все вопросы из чата и потом опубликуем отдельный пост с ответами на вопросы и сделаем рассылку где-нибудь во вторник по зарегистрировавшимся на эту лекцию. Я думаю, что это будет лучше, если вы насмотрите на портале Культура.РФ сейчас, то, пожалуйста, приходите в социальные сети франкотеки, библиотеки иностранной литературы, подписывайтесь, и вы обязательно увидите этот пост с ответами на вопросы от Натальи. Я думаю, что сейчас это будет лучше всего и что мы все-таки победим этот вызов сегодня, благо нам не переводить. А, Наталья, у вас снова пропал звук. Я могу сурдопереводом переводить как-нибудь, но я боюсь, что это не очень хорошо, к сожалению. Друзья, давайте я тогда приведу, что хотела сказать Наталье. Спасибо вам большое, дорогие друзья, за эту лекцию, за ваши прекрасные вопросы, за вашу активность. Наталья обязательно вам на все ответит, пришлет, и очень приятно было с вами разговаривать сегодня. Дорогие друзья, я вас приглашаю на остальные мероприятия нашего замечательного фестиваля Фрингофонии, и буквально через 20 минут приглашаю вас присоединиться к следующему переводческой лекции, которая будет тоже посвящена одной из тем, которые затронула Наталья. Это диалекты французского языка, конкретно африканские диалекты, и вы поймете, как, например, с уахили соотносятся современно с французским языком, и как вообще понимать африканские акценты стран южнее Сахары. Спасибо вам большое, Наталья, спасибо большое, друзья, и до новых встреч!